История господина коллекционера Ну вот и всё верно? Точно угадали, я госпожа сладость, единственная госпожа среди нескольких первых партий господинчиков, как-то единственная девушка смуров, все же помнят в мире женщин больше 50%, надо признать единственный персонаж женского пола, которым разбавили мужскую компанию, это коряво У вас вопросы? У меня вот тоже есть Ага, мне тоже невдомёк, откуда мы все здесь взялись, как и большинство из нас, память у нас путается, особенно со всеми этими вмешательствами, нас почти всех приходилось периодически настраивать Думаю, кое-кто из моих братьев и сможет ответить, но не смогу сказать, кто именно Человек ли я от рождения? Была ли у меня жизнь до превращения в господинчика? Ну, в моём случае в маленькую госпожу, не знаю, не помню Думаю, правильнее будет сказать, что воспоминание у меня вагон Изрядная часть из них друг с другом не стыкуется Вспоминаются три разных празднования моего 15-летия В одном случае это была Кенсионера Кенсионера В странах Латинской Америки праздник 15-летия девочек, символизирующий переход от подросткового возраста ко взрослой жизни В базах данных по пропавшим без вести меня нет, проверено Лицо у меня, наверное, не то, что было дано от рождения, да и тело тоже В общем-то, в одной из линий моей памяти я парень Иногда я не сплю ночами и гадаю Может быть, я и на самом деле есть какой-то парень, 20 с чем-то лет, которого похитили прямо с улицы и переработали в воплощении чьих-то извращённых фантазий О женщине Могу добавить, что хромосома у меня не XX и не XY Может быть, я всего лишь производственная ошибка Мне точно известно, что люди развлечудово пытались кардинально перекраивать мою личность как минимум три раза А забыть заставили, наверное, и того больше Мятежный дух Так один из них меня охарактеризовал Проблема В тему, значит, не вписывается Женственности не хватает или сладкости Чтобы быть госпожой сладостью По мне, малость нечестна Сверхспособности Ага, ну да, я их не воспринимаю как сверхспособности Если угодно, они входят в мою природу Признаю, природа моя страшноватая Хотя это не так плохо по сравнению с первой версией меня Когда тело у меня было в буквальном смысле медоточивое И состояло из конфеты сладостей А не из крови и костей Здоровье было подорвано просто к чертям Болевые ощущения остались И заболеть можно было Вот только на каждый вирус Моё тело реагировало неожиданно И воистину мерзко После одного случая, когда меня рвало с львовым пудингом Две недели к ряду Разве чудовски от этой еди Отказались наотрез Снова дали мне тело из плоти и крови Теперь я по сути обычный человек Только любой, кто меня видит Сразу же влюбляется Платонической или любовью Романтической Или такой, которую можно испытывать к домашнему питомцу Или даже другие варианты понимания слова «любовь» Это от человека зависит И не сказать, чтобы с этим у меня всегда складывалось хорошо Однако ими сладость не только в этом смысле проявляется Сострадательности во мне много Страдай не хочу Мне до всего есть дело Даже больше, чем надо От этого даже неловко Помни, что меня по этой линии рекламировали И кажется, мне этим воспоминаниям можно доверять Вряд ли Разве чудов будет внедрять такие воспоминания Которые не вписываются в мою тему Хотя, конечно, они могут быть умнее, чем я считаю И они со мной балуются реверсивной психологией Но это вряд ли Они не настолько умны Знаете, в один из сеансов настройки Они всерьез пытались привить мне глупость И какой из этого вывод, а? Я их за это не прощу Если за имечком развлечу, да встает какой-то человек То у этого человека уж точно есть член Кстати, имя госпожа сладость меня не настолько напрягает Оно не настолько напрягает, как вы могли подумать Оно знаковое Знак, правда, корявенький Но в моем положении выбирать не приходится Когда-то единственная женщина в большинстве списков господинчиков События развиваются весьма интересно Кое-кто из других господинчиков меня влюбляется Вернее, они так говорили Хотя вели при этом себя как подростки Пыльным мешком трахнутые Например, тот же господин задания Или господин буря Или господин перо Также добрая половина тех, кто видел во мне мамочку А это и само по себе хреново Еще, кстати, мужчины меня, по-моему, не интересуют Вообще Так что вместо слов весьма интересно Можно смело вписывать от плохого к худшему Что слишком резко сказано Прошу прощения Я не нарочно Они мне нравятся Серьезно Они мне даже не безразличны Все они мне нравятся Даже господин полосатый Все, кроме Это я помню до сих пор Развлечудов пытался стереть мне память Но она никак не стиралась Такое не сотрешь Хотелось бы верить Что пользы от этого не было бы И объяснять толку нет Думаю, эту идею даже полосатому не понять Бессмысленно объяснять, что случилось Вам все равно не понять Запомните одно Когда он это делал В глазах у него стояло восхищение Мне надо его найти Добраться до него Пока не добрался Господин полосатый Или господин безумец Или кто-нибудь из остальных Не все остальные знают подробности Один-два Может кто-то знает Естественно, остальные наслышаны Шилу в мешке не утаишь А теперь по душу господина Реда Идет целая орава Не по моей просьбе Правда, если в команде Среди парней Ты единственная женщина Они либо видят в тебя объект Либо идеализируют Либо и то, и другое С тем же успехом Я могу быть госпожой Заточенной принцессой А не все, господа принцы На белых конях Может быть, стоит им сказать Что я, возможно, когда-то была мужиком Но тогда они могут на меня И охоту объявить Помню, что развлечудов Сделал с господином Жаром Когда заставил его целующимся Нет, про это думать не буду Полагаю, возражать слишком сильно Я тоже не могу Господин Ред не только Меня страдать заставил Думаю Мне еще не хуже всех досталось Просто мне повезло Оказаться на виду Но я не хочу, чтобы они добрались До господина Реда Потому что я не дамочка в беде Как бы развлечудов Мне эту роль не навязывал Остальные призывают Отомстить за мою память Как будто меня уже на свете нет Словно я какой-то человек Ха-ха Было бы неплохо Они мстят во имя того Что было раньше мне присуще Во имя ненависти Наивности Глупости Ну да К прошлому для меня возврата нет Но я все еще живу на свете Не нужны мне их страдания Я не какая-нибудь жертва У меня есть планы Причем не только очевидные Конечно, у меня в кармане пистолет Конечно, я хотел бы попытаться Выстрелить ему в лицо Сейчас это уже практически обязательство Но это только начало Если честно Когда начнется эндшпиль Я собираюсь залечь на дно Господина Реда я знаю Против него в лбовой атаку идти нельзя Но когда пыль ляжется Все устаканится Вы бы знали Какие ресурсы можно навести Какие связи накопить Когда все думают Что любят тебя Вот бы лично посмотреть Как его возьмут Или на его лицо Стоя снаружи его камеры содержания Последний раз Надеюсь Вообще-то фонд мне всегда нравился Есть и хуже Способы провести остаток жизни Как там этот старый стих называется Из того сборника Который мне дали Когда пытались привить мне Правильную женственность А, да Месть сладка Вот видите Даже в тему вписывается 16. Господин Рыба Я люблю иногда сидеть в воде И просто думать Мне нравится это место Тут уютно Мокро Снаружи тепло Облачно Я люблю облака Думаю у меня есть братья и сестры Мы ненормальные Нас сделали Как монстров Из старого кино Магия науки Молния в замке Магическая наука Снаружи поднимается ветер Доктор развлечудов Нас сделал И может нас переделать Но мне хочется знать Когда мы умираем Мы изменяемся Изменился ли я Я тот же человек Что был тогда Или тот что был тогда Изменился Могу ли я вернуться Или я потерян Я могу переносить Воспоминания с собой Или они просто Маленькие ручки на машине Которые можно Включать и выключать Я знаю С момента первого издания Были сделаны Еще и другие господа Единственный Кто остался Из первоначальных Это господин Ред Не думаю Что стоило Называть его имя Нужно где-нибудь спрятаться Я боюсь иногда Боюсь что будет дальше Боюсь что один из них Найдет меня Я боюсь Реда и полосатого Они убьют меня Я не хочу умирать Я хочу остаться здесь В моем болоте Начался дождь Я люблю дождь Но мне до сих пор Хочется знать Я серийная модель Или чудо Кто я Кажется я знаю кто я Я господин Рыба Я это я Я доволен Финал Не то чтобы я не чувствовал Себя виноватым Конечно чувствовал Но иногда приходится Делать то что надо Чтобы остаться в живых И даже глядя на плавающего В резервуаре Господина Рыбу Последнего захваченного На моем задании Все что я мог сделать Это одарить его Печальным взглядом И уйти Что еще я мог поделать Для бедняги При этом не подставляя Собственную голову Под удар Более неприятна мне В себе та легкость С которой я прошел Все это Я сделал несколько вещей Которые люди бы Сочли крайностями Но я же никого Не предал Я имею ввиду Что они сами Все ко мне пришли Мне оставалось Лишь подстроить Некоторые ловушки Да и разок Другой стрельнуть Танком И все Они на содержании Да Так или иначе Я уверен Что они все равно Меня ненавидели И раньше С тех пор Что я сделал Со сладостью У них у всех руки Давно чесались Меня убить Тем не менее Захватить ее На этот раз Было не столь трудно Она шла по лесу И пистолет В ее руке Оказался таким неуместным В этих изысканных Маленьких пальцах Она искала меня Я вышел из укрытия И оглядел ее Она была все еще Такой же красивой Как всегда И я не мог Не чувствовать себя Немного растерянным Привет День добрый И она спустила курок Но в скорости Со мной Никто не сможет Соперничать Ее первая пуля Просвистела Мимо моего лица А в следующий момент Она рухнула Я не знаю Зачем мне было Так рисковать Может быть Я просто хотел Поговорить с ней еще раз Я наклонился И вытащил дротик Из ее шеи Немного постоял Глядя на ее Распростертое тело Прикоснулся к ней Как и прежде Ощутил дрожь в спине Я даже достал нож И поднес его На дюйм К ее коже Собираюсь ее Порезать снова Но этого я не сделал Я этим больше не балуюсь И мне действительно Пора бы отказаться От некоторых старых привычек Была ли действительно В этом моя вина У меня не было выбора Меня сняли с продажи И полосатый шел за мной Я был в его списке И все Единственным способом выжить Было невзирая на цену Присоединиться к тем Кто мог бы меня сохранить Они помогли мне Справиться с полосатым Потому я думаю Что после этого Я оставался в долгу перед ними В долгу достаточно большом Чтобы поймать всех остальных И ту что была у меня за спиной Я иду по длинному коридору От камеры содержания В кабинет своего нового босса Настоящий гений Мастер интриг и планов Достоин этого звания Как никто И всегда следует своему девизу Глупый девиз Обезопасить удержать сохранить Что за чушь Я открываю дверь в его кабинет Поймал босс Сообщаю человеку за столом А хорошая работа Отвечает человек Я полагаю Теперь я могу быть свободен Киваю я ему А не так быстро Мы не можем позволить вам Просто взять и уйти Не могу сказать что я не ожидал этого Тем не менее есть и другие способы Я сделал свою работу Меня меньше всего волнует Что они там хотят во мне изучать Я собираюсь уходить Ах да Но вы же сами по себе ИСП объект Босс пожалуйста Я изобразил отчаяние Нужно просто выждать момент Послушайте Вы нам хорошо помогли Так что получите камеру С мебелью на ваш вкус И лучшим обслуживанием Говорит человек Подходя ко мне Хорошо Я касаюсь рукой ножа Босс Я прошу вас от всего сердца Я начинаю вытаскивать нож Готовясь представить его к горлу Я ощущаю стремительное движение В районе своего бедра Затем внезапную боль Смотрю вниз И вижу торчащую во мне иглу Быстрый парень Быстрее чем я Я не думал что кто-то может быть быстрее Пошатнувшись Я падаю напротив дверей Человек следит за тем Как я закрываю глаза И отключаюсь Сладких снов Господин Ред Эпилог Ты медленно просыпаешься В пустой белой комнате Ты ничего не помнишь Хотя нет Это не так ты помнишь Как говорить Как ходить И всякое прочее Но некоторые вещи Как ты сюда попал Что это за место И кто-то такой Находится за пределами Понимания твоего разума Ты ищешь имя Но не находишь На тебе удобная одежда Похоже подобрана по размеру Что-то жесткое В заднем кармане джинсов Листок бумаги А на нем список имен Ты читаешь Вот это да Ты только что нашел Своего маленького господина Из баллитражной коллекции Доктор Развлечудова Подружись с ними всеми И стань господином любовью Первый звяк Второй безголовый И так далее На этом список не заканчивается Но ты дальше не читаешь Ты комкаешь его И крепко сжимаешь в руке В этом есть что-то успокаивающее Ты решаешь осмотреться вокруг Четыре белые стены Одна с дверью Ты идешь к ней Она распахивается От легкого толчка Парк Люди гуляют и играют Здание позади тебя Оказывается просто лачугой Люди держат вещи Которые Ты осознаешь кто ты Твое имя вспыхивает у тебя В голове ярче Чем все что ты знал до этого Господин коллекционер И ты знаешь что это такое Ты сейчас делаешь Ты видишь невидимые струны Идущие от твоих рук К игрушкам безделушкам Погремушкам Этих людей ты крепко хватаешь И тащишь Сотни вещей о которых ты знаешь Что они должны быть твоими Вдруг таковыми и становятся А их бывшие владельцы Остаются в растерянности Потому что ты таков есть Ты господин коллекционер Вот только это неправильно Ты кроме этого ничего не знаешь Что что-то в этом не так Ты понимаешь что ты В каком-то смысле более реален Что у тебя есть другое имя Ох люди кричат и требуют Чтоб ты вернул их вещи Ты их игнорируешь Конечно же ведь ты Господин коллекционер Только господин коллекционер Мог бы коснуться невидимых струн Но не мог бы ли ты быть Кем-то еще Имя Имя Оно по прежнему Скользает от тебя Подъезжает полицейская машина Офицер идет к тебе Холодная чернота его пистолета Приятно дополнила бы Блеск вот этой серьги Которую ты держишь в руках Ты дотягиваешься до него Выдергиваешь из кобуры И вот он твой Ты любишь свою коллекцию Больше всего У тебя появляется идея В твоем уме Ты представляешь себе струну Идущую от того Чем ты был раньше Раньше Той части Которая кричит Что ты господин коллекционер Не нравится слово раньше Ты тянешь И не вытаскиваешь ничего Что могло бы быть именем Просто холодная строка Из букв и цифр Ничего не значащая Офицер хватает тебя Твоя драгоценная коллекция Рассыпается по земле Ты кричишь в тоске И внутри твоего разума Хватаешься за то единственное Что у тебя осталось Имя О5-4 А вот и все О5-4 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok